О, маскировка, ребята! Вот он! Погоня за Индораптором! Ребята, всем привет! С вами Александр, Jurassic World Evolution и пришло время нам закончить финальное задание по главе доктора Генри Ву. Это задание номер четыре. Незаконченные дела. Создайте динозавра вида Индоминус Рекс с модификацией. Маскировка Индоминуса Рекса. У меня есть основания полагать, что кто-то посторонне пытается помешать моей работе. Пора положить к этому конец. Мне нужно, чтобы вы вывели несколько моих гибридов. Начнем с Индоминуса Рекса. Обязательно привейте ему способность к камуфляжу. Это будет весьма полезно. Он умеет использовать невидимость, что, собственно говоря, нам демонстрировали также в фильме. Тут его реально совсем не видно. Вот присматриваешься и он зеленый. Он, конечно, здесь не невидимый, но цвет меняет, как каракатица. Нам дадут за это 3 миллиона, но это нам не важно. У нас уже 25. Приспособленность к видовому разнообразию. Приспособленность к группам 2.0. Юридическое сопровождение 3.0. Это нам откроется. И предметы из секретов доктора Ву доступны в режиме испытаний. Так что... Начинаем. Хорошо. Хорошо. Теперь слушайте внимательно. Вам нужно создать боевых динозавров с множеством необычных способностей. Во-первых, одно из лучших моих творений Индоминус Рекс. Вы видите и вырастите одну особь, после чего доведите ее боевую дурную славу до соответствующего уровня. Этот динозавр мне особенно дорог. Не подведите. Вот так вот. То есть мы будем прокачивать боями нашего Индоминуса. Ну, в принципе, нормальненько. Вот я для него вольерчик сделал. Здесь у нас вроде как все хорошо. Здесь у нас... Ну, гуляет. В смысле, спит. Спит Индораптор. Уже не спит. Так, вот этот с большим трудом пришлось тут отвоевывать каждый миллиметр территории, чтобы поместился здесь Барионикс. Вот такой вот. Красивый. Мне просто нравится, как он выглядит. Такой крокодильчик. И еще пришлось ему модифицировать гены, чтобы, короче, у него были поменьше требования к площади территории. Ну, как бы оно, как бы не шибко уменьшилось. Вольер довольно-таки просторный для него. Еле его туда вместил. Кстати, у него вольер, в принципе-то, не меньше, чем у Индораптора. Так, с Индоминусом, думаю, у нас таких проблем не будет. Давайте... А, водичка у нас здесь есть. А кормушка... А кормушки у нас здесь нет. Так, ну, дурная слава. А что это мне тут за оградка такая дурацкая стоит? Непорядок какой-то. Давайте сейчас будем менять. Ладно, ставим Индоминуса. Так, ну, Индоминус должен быть крепкий. Ну, не особо крепкий, нет. В принципе, он и так сильнее всех. Проблем с этим нет. Мне просто вот интересно. А Индоминусу... Ну, Индоминус тут не поместится. Придется здесь мне сейчас еще построить все-таки вольерчик. Так, здесь давайте шанс на успех. Нет скорость инкубации. Давайте 4 но еще поставим. Так, и будем выводить Индоминуса. Так, так и так... Где ты, мой красавчик? Ну, вот у меня есть такой вот довольно крепкий Индоминус. Живучесть 1%. Нет, давайте его модифицируем. Это, конечно, перебор. Это, конечно, перебор. Вот. Вот эту штуку обязательно нужно сделать. Я и забыл про нее-то. Вы видели, какое там отрицательное значение было? Минус 4. Ну, вот 30. Вот что-то типа того уже можно оставить. Вот такого на 7 миллиончиков. Давайте его оставим. Кстати, между вот этими вольерами можно сделать проход. А, зачем мне здесь ворота? Правильно, здесь просто нужно убрать вот эту штукенцию мы уберем. Вот здесь выпускаем Индоминус и он себе спокойно идет сюда. Нормалек. Только нужно теперь нам заменить оградочку. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну, вроде как все заменил. Сейчас проверим вот эту вот оградку. Да, вот эта вот у меня обычная была. Вот так. Пища для Индоминуса. Он уже, в общем-то, почти готов. Давайте откроем вот эти вот ворота. Но лучше всего, наверное, чем сильнее существо, чем выше универейтинг, тот же Индораптор пойдет на пищу вообще на... Короче, супер-купер классно. Ну, посмотрим. Сейчас посмотрим, как у нас будут дела. Надеюсь, Индоминусу места хватит. А у меня вот, кстати, вот спинораптор. Тоже пришлось его вывести, а тоже его съели в прошлой серии. Если что, с кормим бухты. Куда ты так улетел? Так, а ну... Где он делся? Вот он. Как жадно он поедает эту тушку. Ах, красотища, ребятки, да? Можно вечно смотреть. С. Наземная камера. А, вот, типа, я не могу летать, да? Ну, она, типа, прилипает в земле, но ничего особенного не меняется. Ух ты, классная вышечка, да? Вон, какие просветы тут между... секциями забора. Давайте выпустим гигу. Это наше мясо. Пойдет на мясо гига. Ну, я так надеюсь. Ну, судя по цене, у нее показатели должны быть не супер сильные. Так, не-не-не, вот этих еще рано выпускать, а то они друг друга поедят. Гига посторонисты. А то сейчас будет больно. Так, это уже, ребята, Индоминус-то с маскировочкой. Так, ну давайте будем любоваться. Так, ну мы еще маскировочкой не будем. Индораптор поистине кабарный хищник. Ему тоже понадобится боевой опыт. Верите в меня? Я говорю, что у вас и секунды свободны не будет. А зачем мне Индораптор? У меня уже был Индораптор. И, кстати, мой Индораптор очень крутой. О, маскировка, ребята. Вот он. Ну, только что увидели маскировку. Он же маскируется у нас в нескольких моментах. Когда ему там страшно, например. Какие-то там супер эмоции испытывает. Так, ну... Блин, просто вот этот мой Индораптор очень крутой. У него гены, отвечающие за атаку, 170. Ну вот тут как бы маленькая беда в этом. Давайте мы закроем эти врата. Построим еще одни врата. Ну, как бы, куда уж тут тебе дальше расширяться. Расширяться дальше некуда. Блин, падает рейтинг дальше. Ай-яй-яй-яй-яй. Комфорта не хватает. Ну что ж, такое. Такой большой вольер я тебе сделал. Ладно, делаем вот так. Так, только песни, что тебе сейчас чего-то не хватает. Я тебе дал тут игрушку поиграться. Ну, мы будем зарабатывать дурную славу. Я так понимаю, это нам надо будет. Хотя, может, я рановато начал это дело. Да есть же. Он счастливый. Ему всего хватает. Так, на, развлекайся дальше. Выпускаем спинозавра. Смотрим. Ну, ты хоть раз укуси его. Так, и еще я забыл. Наверное, я не поставил. Врата, врата, врата. Вот поставить еще врата где-то. Вот там вот врата есть. Так, эти ребята тоже сейчас начали драться. Так, ну теперь гига по размерам не уступает. Да, раппорта, да, это еще было в обновлении 1.4 сделано. Так, ну мало жизни тут уже я понимаю у кого. Потому что здесь атака 170. Молодец. Укусил его, упусил. Сейчас мы выпустим. Да, ну это чтобы точно, точно победил... Наш Индораптор. Так, этот сейчас погибнет. Да, этот погиб. И этот погиб. Теперь, когда вы умеете создавать гибридов, следующее задание не станет для вас проблемой. Вы видите спинораптора и испытаете его в бою. Его рейтинг должен быть таким, как указано в документах. Приступайте. Так, в общем-то мы... Судя по всему, мы тут воссоздаем величайшие творения доктора Ву. Хе, не думаю, что хочу знать зачем. Тут как бы вот какой нюанс. Создайте гибрид в лаборатории Хеммонда Спинораптор. Но здесь не написано, какой у него должен быть рейтинг. О, они начали драку стоять. Отменить задание. Рейнджеры, спасайте нашего. Или не надо спасать? 56 на 73. Не хотят вызываться рейнджеры, смотрите. А пока только вот это вот. Почему это наш проигрывает? Ладно, все-таки давайте его усыпим. От греха подальше. А то и того, гляди. И как-то неудачно сложится последний удар. Их она нам будет. Один миллион, ем мы так. Почему так дешево? Бушный динозавр. Вот так дешево стоит. Так, умер. Умер уже третий. Третий бедняжечка. Его вот все вместе тут провожают. Провожает. Так, чем ты недоволен? Вот, ем мы, это он был недоволен компанией второго... Добавляем список. Второго Индораптора. Добавляем задание. Давай, рейнджер. Давай, рейнджер. В атаку за ним. В погоне за Индораптором. А что это он такой был? А, это мы стопами светили-то? Перекрываем ему дорогу, не дадим ему... Он чё, обалдел? Что значит препарат не действует? Опа, прикольно. Черепушка с бенозаврой или барионикса какого-то там. Почему препарат не действует? Алло. Я чё-то не понял. Он тут гостей жрёт. Зато у него комфорт 100% теперь. Это у нас опять какая-то подстава. Почему не действует препарат? Аллилуйя. А то у нас тут уже начали падать рейтинги, так сказать. Так, хух. Пока мы тут ловили, у нас уже почти готов спинораптор. Так, ну вертолёт сейчас его быстренько должен ушатать. А давайте хотя мы сами ушатаем. Активист поднялся в воздух. Мимо цели. А вот и всё. Вот и всё, ребятки. Ушатали мы. Этого сразу нужно ушатать. Так, какое задание дальше? Плюс 100 дурной славы уже есть. Индоминус. У меня уже успел заработать это всё дело. Где же этот параметр по поводу... Плюс 100. Ну вот это в рейтинг. Базовый рейтинг, соответственно, модификация. Боевая дурная слава. Вот, 300. 300 у него уже. Отлично. Так, а у тебя, парнишка? Боевая дурная слава. Слава 0. Ну это, блин, потому что он не успел добить этого, да? Эх, ребятки, какая здесь красивая гавань. Какая красивая водичка, бирюзовенькая, прозрачненькая. Так, ну и время кормить спинозавра. Так, здесь ещё не готовы. Ну давайте. Так, пока у них самочувствие отличное. Так, ну у тебя что там по боевым характеристикам? Ген, отвечающий за атаку, 85. Блин, я какого-то дохлика вырастил. Ребята, мне, по-моему, сейчас надо будет нового спинозавра, короче. Ну попробуем его подлечивать, не знаю, будет ли этого достаточно. Или вот сейчас, хотите, вот пусть ребята немножко подохнут. Надо подождать, поморить их голодом. Потому что это хана. Да, я чуть не... Думал, что спинно-раптор изначально посильнее. А у меня вот эти ребята, наверное, немножко модифицированы. У них атака соточка. Так, ну будем помогать спинно-раптору. Потому что ему гайки будут без нас. Ух, ну что. Так, давай нападай уже, что ли. Карно-раптор, давай ты наш бегун. Так, ты будешь его атаковать? Ой, прямо хвостик. Мы его транквилизаторами сейчас, допингом напичкая, может выживет хоть. Молодец. Молодчинка. 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 А у того 35. Но надеюсь ты уже добьет. Потому что время выпустить здесь нашу добычу для интерапторов. открыто и вот мясо пришло а 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 так ничего крепкий крепкий три удара нужно минимум ну так из щелочки будем подглядывать сквозь решеточку вот так минус 1 так а вот здесь у нас как дела блин ну не надо позволять ему хиляться на е-мое спина раптор ты меня разочаровываешь так а где куда он делся а плечем плечем слышит они для тебя тут кормушка стоит паршивец ты сам кормушка ходячая так вот это залагало прямо в лобешник два бантика три бантика ах это прекрасная битва под дождиком так ну все с этим мы закончили плюс сто есть здесь наконец-то разобрался так ладно так не задавайте вопросов а делаете что говорят все три гибрида индоминос рекса эндораптора и спина раптора надо вывести с островов время крайне ограничено теперь это ваша первоочередная задача я пожалуй ненадолго вас оставлю мне нужно на одну важную встречу скоро вернусь так ну вот это предатель так давайте покормим тогда индоминос раз такие дела так этих ребят нам нужно тоже всех по усыплять вот тебя нужно усыпить тебя и тебя ну я думаю он успеет съесть вот этого парнишку так в общем то спина раптору хватило съесть одного карна карнатавра да получается ну или кого там либо юнгазавра карнатавра и чтобы получить плюс сто боевая дурная слава плюс двести сорок восемь за то что он съел двоих так один готов так мы юнгазавр прибежал так давай быстро съешь его потопа тебя уже летит вертолет и чувствую да уже летит ну точнее не так давайте сделаем вот так управлять давайте с вертолетом понаблюдаем за этим событием это прикольно вид сверху бедный бедный майюнгазавр не на того нарвался все последнее издыхание а и прям за голову спокойной ночи чёрт вертолет прилетел не туда так ну все условия мы выполнили сначала заберут труп а потом заберут нет первым забрали его а вот и прилетел следующий так давайте проведем нашего индоминуса прикольно так по ветру все как инерция там лапки ручки назад вертолет набирает скорость кстати не обращал внимание куда он на этом острове улетает еще нам не засчитали что мы его продали а все то есть я уже дальше не не могу не могу давай или все прям скалу сейчас прощай индоминус не забывай меня пиши письма на новый год вот там сутри какие поколбасила немножко их я тут пытаюсь максимальный угол найти все исчез вертолет и задание завершено как вам известно у фонда хэммонда всегда было и есть много конкурентов порой приходится предпринимать упреждающие меры имея с ними дело однако порой эти конкуренты считают что одних деловых отношений недостаточно они пытаются ограбить нас но они могут потому что я не собираюсь играть по правилам и фонда хэммонда знать об этом не нужно мои исследования и наши успехи в палео уходе останутся под защитой за это я прощения просить не стану наши животные теперь в безопасности и наше преимущество в сфере изучения динозавров неоспорима вот чего мы здесь добились быть может мой подход нельзя назвать традиционным но он приносит результаты как известно цель оправдывает средства что ж нашей целью остается возрождение целого вида что никогда правил планеты природе понадобилось почти сто миллионов лет чтобы их уничтожить а у меня ушло всего 30 лет чтобы их воскресить и это о чем то говорит точнее это говорит обо всем вот такие вот дела ребятки так нам что-то расскажет взяли верните моих динозавров у меня парк опустел нет спинораптор нет эндораптора нет эндоминуса как я дальше буду жить так а вы там нам не скажете что как бы там что-то доступно стало ух ты 11 миллионов юридическое сопровождение уменьшает судебные сдержки еще на 20 процентов сверх это если в общем то динозавры едят людей в смысле да так отлично как видите мы уже полностью собрали кархарадан донтозавра игуанодона и и зауропода мы полностью уже собрали дред ноутуса мы ребятки собрали и этим трем динозаврам но будут посвящены следующие наши наши серии так ну а здесь тогда мы что сделаем сюда нам нужно вывести до так эндоминуса давайте эндораптора выведем сюда потом я выведу эндоминуса и конечно же спинозавра динозавра так что впереди у нас ждут три новых динозавра и ждут конечно же сражение раскраски и все остальное по эндоминусу и по трем новым динозавром ребятки на этом все всем спасибо за просмотр и до скорых встреч до встречи ну а ну а нет ну ну а да ну а Субтитры сделал DimaTorzok